Итак, часть вторая. Мы строим базовую конструкцию очень большого 65 размера практически. И сейчас пришло время талиевых выточек. Смотрим на талию. Талия у нас должна быть 56, это полуобхват талии, плюс прибавка 4 сантиметра. То есть талию мы хотим 60. Значит, нам надо 60. А что у нас есть сейчас по талии? Смотрим. Ага, есть у нас 69. Давайте записывать расчет талиевых выточек. Итак, расчет талиевых выточек. Сумма всех какая будет? Из того, что есть, а есть у нас на чертеже 69, надо отнять то, что надо. А надо нам 60. Это наша талия, плюс прибавка. И сумма всех получается 9 сантиметров. Затем раствор боковой выточки у нас будет 9 разделить на 2. Получится 4 с половинкой. Половинки не любим. Округляем до 4. Затем раствор передней выточки. Грудь большая. 5 сантиметров у нас остается на переднюю и заднюю выточку. Но в то же время полуприлегание у нас идет, потому что прибавка тоже немаленькая. Давайте все-таки сделаем 2 сантиметра на переднюю выточку. И раствор задней выточки у нас остается 5 минус 2, 3 сантиметра. Сзади бывает прогибчик обычно. И чтобы он у нас был обеспечен, у нас будет вот такая вот история. Значит, сумма всех 9. Боковая будет 4. Передняя и задняя 5. Переднюю берем поменьше 2. Заднюю берем поменьше 3. Силуэт полуприлегающий для полной фигурки вполне-вполне даже подойдет. Итак, боковая выточка у нас 4 сантиметра. Значит, от точки Т1 влево и вправо по 2. И вверх по 1,5. Вы знаете, что самое тонкое место на талии у нас находится выше талии. И поэтому вниз мы оформляем вот такую вот линию к бедрам. К точке В1. Ни выше, ни ниже. Нужно обязательно прийти к точке В1. Вот это у нас точка В1. А верх мы рисуем вот таким вот образом. Начинаем от точки пересечения уже нарисованной линии бокового шва с линией талии. Не стараемся попадать в верхний уголочек. И оформляем вот с таким небольшим прогибом. Вот такое красивое оформление нашего бокового среза уже будет давать... Смотрите, где мой карандашик стоит. Это очень верно. Делайте точно так же. Вот так мы оформили боковой срез. Выточка на спинке. Спинка нас не очень сильно интересует. Давайте выточку подстроим под талиевую выточку. Допустим, вот здесь. Ее раствор у нас 3 сантиметра. Значит, 1,5 сантиметра влево и вправо. Вверх выше линии груди на 2 сантиметра. Или линии проймы. И низ 13-15 сантиметров. Чтобы верх был направлен на лопаточки. Где у нас лопатки, туда и направляем. И вниз 13-15, ну давайте возьмем 14, среднее значение. Вот так получилось. И талиевая выточка. Где у нас будет жить талиевая выточка? Где-то в ямке. Животик кончился. И примерно вот здесь я выбираю место для талиевой выточки. Она у нас 2 сантиметра. Значит, 1,1 сюда. 3 сантиметра от линии груди вниз. И вверх 2 сантиметра где-то 1,2,3,4,5,10,11,12 сантиметров вниз. Вниз мы рисуем простыми вот такими вот треугольничками. А вверх, вы знаете, я рисую вот с таким прогибом, чтобы лепились контуры нашего тела. То есть вверх передней выточки у меня идет вот с таким вот небольшим прогибчиком, выпукло как бы. И вот уже рисуются у нас совершенно замечательные контуры. После того, как мы построили полочку и спинку, мы должны переходить к построению рукавчика. Сейчас я возьму еще один листочек. И мы будем строить с вами рукав. Все делается на бегу. Случайно сегодня отменилось одно занятие. Как я этого хотела. Я рада, что я могу до марафона вот эту задачу нашу трудную решить. Итак, мы строим с вами рукавчик. Какая информация для этого нам нужна? Давайте вот сюда посмотрим. Значит, у нас длина рукава 38, др равно 38, обхват плеча, обхват плеча у нас равен 42, ширина рукава внизу у нас равна 26. Так, мерочка и что еще нам надо? Еще нам нужно будет прибавку к ширине рукава внизу. Мы же не хотим, чтобы у нас вот этот манжетик был в обтяжку, да? То есть мы сделаем не 26, а мы сделаем 28. Прибавка будет 2 сантиметра. И нам нужна прибавка к обхвату плеча. Мы выбрали ее 6 сантиметров. То есть уже этого мы рукавчик делать не можем. Хотя, кажется, в какое же отношение прибавка имеется именно к районному рукаву. Но все равно, я не знаю, куда мы приплывем. Давайте все будем встроить. Итак, я начинаю с построения линии низа рукава. Выбираю серединку, точка N. От точки N вверх мы откладываем длину рукавчика. У нас 38 плюс 2 на страховку. Получится 40. Прибавка к ширине рукава. Точка O. 40 сантиметров. Значит, прибавка к длине рукава у нас тоже 2 сантиметра. Вот это прибавки, а вот это наши исходные данные. Затем нам нужно отложить точку O1. O1 – это высота оката рукава. Обращаемся к нашей пройме. Мы знаем, что высота оката рукава вточного у нас равна вертикальной диаметре проймы минус 2. Поэтому находим вертикальный диаметре проймы. Для этого соединяем точку P1 и P2. И находим серединку этого отрезка. И уже эту серединку соединяем с точкой G, с нижним уровнем проймы. И измеряем. Что я тут вижу? Я тут вижу 18 сантиметров. Значит, исходные данные. Вертикальный диаметр проймы у нас 18 сантиметров. Отсюда следует, что O1 будет минус 2. Это вточной рукав. Хотя, мы, скорее всего, сделаем рукав рубашечный. Потому что вточной рукав, цельнокрайенном рукаве, с такой выточкой огромной, будет настолько низко наклонен, что подниматься рука не будет. А нам надо что-то среднее. Но все равно. Сначала мы отталкиваемся от рукава вточного. Итак, это наша база, это наша классика. ВДП 18, значит, ОО1 вор, высота оката рукава, у нас будет 18 минус 2, 16 сантиметров. Значит, 16 сантиметров откладываем, точка О1. Через точку О1 проходит линия ширины рукава под проймой. Какой величины эта линия? Мерочка обхват плеча, это полнота нашей руки 42, плюс прибавка к обхвату плеча 6. Итого 42 и 6, это получится АВ, равно 42 прибавить 6, получится 48. Значит, от точки О1 24 влево, точка А, и 24 вправо, 48. Вот она, точка В. Значит, АВ – это линия ширины рукава под проймой. Точка А и точка В. Дальше, ширина рукава внизу. У нас 26 плюс 2, 28. 28 делим пополам, получится 14. Так, 14, 28. Но у нас рукав-то будет широкий. Значит, это только манжетик будет 28. Посмотрите, мы же не собираемся строить зауженный рукав. Значит, мы можем внизу нарисовать вот такой вот манжетик, который у нас будет 28. Это тоже деталь кроя у нас, да? Какая ширина манжетика? Тут у меня 4 сантиметра. Значит, 4, он со сгибом будет двойной. 4 до 4 будет 8. Значит, 8 сантиметров – это вниз мне нужно отложить. Так, 8 сантиметров. И в длину он у нас 28. Вот мы нарисовали деталь одного манжетика. Посерединке у нее будет сгиб. Вот здесь вот, да? Это у нас манжет. Манжет здесь у нас 28 и здесь у нас 8. Вот так, характеристики понятны. А сам рукавчик я буду делать широкий. Широкий и, наверное, ну, вот чтобы вот так вот, чтобы у нас более-менее гармонично все это смотрелось, давайте вот так сделаем. Вот такую ширину его возьмем. Я не знаю, сколько это сантиметров, просто, видите, тогда направление боковых швов будет более-менее нормальное. Это точка А1, это точка В1. Никакой локтевой выточки мы, конечно, строить здесь не будем, потому что у нас рукавчик широкий. И, как обычно, соединяем точки О и В, делим на 3 части заднюю половинку, а О делим на 2 части переднюю половинку. Значит, здесь у меня 29, 14,5 серединка, здесь у меня 29, ну, почти 30, 11, 10 раз, 20, вот так вот, 2. И в серединке, в серединке вот этого отрезка 4,5, 1,5 см перпендикуляр, здесь 1,5 см перпендикуляр. Из этой серединки 2 см перпендикуляр наверх, из этой серединки 2 см перпендикуляр вниз. На задней половинке у нас живет кусочек прямой линии. Вот он получился у нас четко, да? Мы нашли точку пересечения с этой линии, посмотрите, с точкой 2, это у нас называлось 2 см, это точка 22, кто книжку читает, тот знает, о чем я говорю. И у нас получилось, что проверка у нас пройдена хорошо, потому что 2 и 22 у нас 2 см. Дальше мы начинаем оформлять самокат. Мы обводим вот это лекало с этой стороны, эту же часть лекала мы обводим со стороны передней половинки, теперь через 3 точки проходим аккуратненько. И поворачиваем лекало вот так вот против часовой стрелки, эту же часть на лекале обводим в третий раз. Стараемся, ну не стараемся, а должны обязательно пройти через наши выбранные точки. Вот какая у меня картинка получилась. По-моему, все очень даже неплохо. И в конце концов, по касательной оформляем вот этот вот низ справа. Все, рукавчик у нас построен. Рукавчик у нас построен. И мы должны построить цельнокрайонный рукав. То есть, вот этот рукавчик нам нужно будет каким-то образом подружить с нашим рукавом. С нашим рукавчиком. Ну, давайте сейчас мы на этом немножечко прервемся. Да, прежде чем прерваться, давайте контрольные мерочки все проверим. То есть, у нас заканчивается наша работа по созданию базовой конструкции в том, что мы все проверяем. Что мы проверяем? Давайте посмотрим. Мы проверяем всегда 6 чисел. Если вы мне присылаете на проверку, и у вас не стоят вот здесь числа, я бракую такие вещи. Значит, вы работу провели не до конца, некорректно и неправильно. Пожалуйста, берегите мое время и делайте все, проверяйте себя сами. В конце концов, я-то, я ведь не могу у вас измерить ваше изделие, если вы мне посылаете только фото. Итак, смотрите, первое число B, B2. Сколько здесь видим? 69. Записываем эти 69, ставим в кружочек. Что мы хотим увидеть? 66 прибавить 3. 69. Все, проверка прошла. Проверяем талию. Смотрите, 23. Запомнили 23. Передвинули. Вот 23. Теперь 34. Запомнили 34. Передвинули. 48 с половиной запомнили. Передвинули. Что видим? 60. Пишем. Что хотим увидеть? 56 плюс 4. Идеально. 60 попали. Хорошо. Смотрим грудь. Так, по груди. 37 с половинкой. 37 с половинкой. Здесь 55. 55. 68. Так, что хотим увидеть? 50. 65 плюс 5. Хотим 70. Увидели 68. У меня прибавка 5. Была задумана. А сейчас она у меня оказалась 3. 68 отнять 65. 5-3 оказалась у меня прибавка. Знаете что? Ну и что? Если вот говорить об этом платье, когда у нас вот этот рикотаж, то это фойб вполне нормальный. Это же не в обтяжку изделия. 3 сантиметра меня устраивает. Оставляю. Все. Я решила, что ничего переделывать здесь не буду, потому что прибавка оказалась 3 сантиметра. Теперь я измеряю ВДП. Оно у нас 18 сантиметров. На рукавчике я измеряю ВОР. Оно у нас 16 сантиметров. 16 должно быть меньше, чем 18 на 2. Выполняется это условие? Выполняется. Контроль прошли. Замечательно. Теперь я измеряю ширину рукава. 48. Всегда пишите там, где пишу я. 48. Смотрим на наше техническое задание. Ширина рукава. Ширина рукава была 42 плюс прибавка 6. 48. Все. Значит, вот эта конструкция к работе в дальнейшей у нас готова. Рукавчик и это. На этом разрешите прерваться. Продолжение будет следовать. Закончилась вторая часть. Часть третья. Построение рукава. Нас ждет впереди. Продолжение следует.